И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Ну, насколько вы уже поняли из названия, мы с вами продолжим говорить о хронологии событий, которые привели к азербайджанскому или азербайджано-армянскому конфликту. А в дальнейшем и к оккупации части наших с вами земель, то есть азербайджанских земель, в начале российскими войсками и с последующей передачей наших земель нашим так называемым армянским оппонентам. Мы уже говорили с вами, что, в общем-то, первой семечкой, брошенной в отношении того, что мы сейчас имеем, вот это зарождение этого конфликта лежит в правлении во времена правления Петра Первого. Что же было затем? Какой же был следующий этап в разжигании данного конфликта? Это были ли события 1815 года, упразднение сана албанского патриарха, имеется ввиду патриарха кавказских албан. Затем эти события продолжились в 1826-1828 году, точнее сказать с 1926 по 1928 год, так как на территории Эреванского и Нахчеванского хамства было образована так называемая Армянская область. Слава Богу, российские цари умели, скажем так, порой предвидеть всю неправильность своих же деяний, в связи с чем, в общем-то, через два года, как я сказал, данная область была ликвидирована. И некогда ханства стали называться губерниями. Последующее событие связано с 11 марта 1836 годом, упразднение албанской церкви. 23 марта 1885 год, контроль над армянскими церковными школами. Это событие вызвало, конечно же, крайний негатив со стороны армянства. Но важно осветить другой аспект. Почему школы, находящиеся при армянской церкви, российское государство решило контролировать? Причин тому несколько. Прежде всего, уже тогда озвучивались некие, скажем так, специфические мысли армянства на земле соседей. Также уже имели, хоть и, в общем-то, незначительные, но имелись проявления, исходящего от армянства, национализма. 1890 год. Создание партии Дашнак Цютюн в Тифлисе. Уже это свидетельствует о многом. Обратите внимание, 1885 год и 1890 год. Сейчас некоторые скажут, что создание Дашнак Цютюна могло быть ответной мерой на антиармянскую, как армянство любит говорить, деятельность со стороны российского правительства. Но невозможно, чтобы вот так за пять лет Дашнак Цютюн приобрел столько возможностей и такую силу. То есть зарождение было задолго до этого. Впрочем, давайте продолжим. 1895 год. Это практически официальная дата, когда Дашнаки стали проявлять свои интересы в Закавказье. В 1996 году были уже, скажем так, первые задатки конфликтов. Потому что под Ереванью уже начинались нападки армянства на азербайджанские села. 1903 год. Передача имущества армянской церкви под контроль российской казны. 1905 год. 1905 год. Тире восьмой. Хотя официально считается 1905-6. Это армяно-мусульманская резня. 1909-10 год. Синод. Великий Синод. Священный Синод России согласился, вот это крайне важно, на то, чтобы армянская, так называемая Григорианская церковь и Ичмиадин уничтожили архивы албанского католикосата. Или архивы Кавказской албанской церкви. 1915 год. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это за дата. 1915 год. Это так называемый, я подчеркиваю, так называемый геноцид армян. Потому что 1915 год не являлся геноцидом. Людей старались перевести. То, что отличились курды, ну простите, это уже курско-армянские отношения. Которым, наверное, я как-нибудь посвящу видео. Ну что ж, со следующего видео мы начнем говорить с вами о последующих событиях, которые активизировались заново с 1917-18 года по 1940. Но прежде чем я закончу данное видео, я хочу ознакомить вас с еще одной книгой, в которой крайне обширно написано. О всей цепочке событий. Она как бы дополняет рисунок развития нашего конфликта. Ну что ж, для того, чтобы ознакомить вас с данной книгой, я должен перейти к общению со своими зрителями через веб-камеру. Что я сейчас и сделаю. Приступим. Вот та самая книга, с которой я и хочу вас ознакомить в данном видео, в качестве дополнения к главной теме. Армянский экстремизм на Южном Кавказе. Вы сами видите. Фархад Джабаров. Тезка моей мамы. У них схожая фамилия. Но, впрочем, не о фамилии речь. В данной книге, как я сказал, указаны многочисленные сведения о событиях, которые привели к нашему конфликту. При этом ссылки делаются на практически архивные данные. На переписки действительно, скажем так, власть имевших личностей. Кто сможет, обязательно приобретите эту книгу. Она крайне интересна для тех, кто занимается информационной войной и разоблачением лжи. Ну что ж, об этой книге мы периодически еще будем говорить. Я уже сказал, что в следующий раз мы с вами затронем речь, касающаяся возобновления, назовем так, акций, событий, которые привели к нашему конфликту с 17-го по приблизительно 40-е годы. Также сегодня я постараюсь прочитать вам еще одно письмо нашего азербайджанца, который вместе со многими нашими патриотами старался прорвать кольцо информационной блокады, в которой находился Азербайджан с 1986 по 1990 год. Ну что ж, на этом я с вами попрощаюсь. До следующих видео. Единственное, что я хочу сказать, это то, что вот мне задают периодический вопрос, куда деваются комментарии. Я еще раз обращаюсь ко всем нашим азербайджанцам. Следите за комментариями, потому что YouTube иногда любит шалить. Если что, просто повторите этот комментарий через некоторое время. Делитесь видео, ставьте лайки, либо дизлайки. Приглашайте друзей и знакомых. На этом все. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сиидов Ямран. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.